здравствуйте дорогие мои перед вами сейчас находится мой любимый станочек нет это не обзор моего станка недавно я закончила моего ангелочка и когда я заканчиваю какой-то основной процесс конечно же я разбираю все нитки иголки я снимаю работу со станка и у меня идет такой ритуал знаете нужно станочек помыть его хорошо протереть убираю стол потому что когда идет вышивка понятно одни так создается пыль то это оказывается пыльца и она собирается в уголках после вышивки у меня станочек полностью весь моется обновляется и он ждет новый процесс новый основной процесс и сегодня я хочу выбрать новый основной процесс у меня много начатых процессов я вам оставлю ссылочку на видео всех моих начатых процессах которые я снимала в 2018 году некоторые из них уже завершились но основная масса осталась вот и я пошла моему рукодельному шкафчику знаете я туда уже боюсь подходить потому что у меня там везде разные коробочки и папочки и какую не откроешь везде начатый процесс ну что же это такое как то надо с этим вопросом этот вопрос надо решать я долго думала что мне выбрать и решила выбрать один процесс который для меня очень интересен и над которым я практически не работала я бы просто вот начал как моего ангелочка и он там зачаточном состоянии так и отложился поэтому мне сейчас очень интересно уделить ему внимание так что же это за процесс я сюда не заглядывала вместе с вами сейчас открываю так как есть как у меня все здесь хранится и сложенный что здесь у меня даже сама не знаю этот процесс это миробилия это вот такая вот красивая невеста как тортик вкусная с красивым таким цветочным бантом и вышивается она на темной шоколадной основе это лен пермин очень красивый лен и вот это сочетание темной основы и белоснежной красавицы в общем-то меня и привлекло в этом сюжете как бы я замужем мне не надо на примету вышивать ну просто мне понравилось это красавица и я хочу ее вышить я не знаю буду оформлять или нет просто мне появилось желание и и вышить ее часто тоже вышиваю девочки на примету а у меня будет просто так и так что у меня здесь имеется ну я так понимаю я делала копию схемы молодец что я это сделала потому что но не хочется мне оригинальную черкать вычеркивать это вот начало у меня то что вышилось буквально здесь как вы видите ну сколько 500 крестиков максимум максимум то есть самое самое начало организовано у меня все это дело было вот так на пяльца большие пяльца и вот то что вышито видно не видно вот так ну на пяльцах вышивать не очень удобно потому что канва плотная жесткая она скользит и постоянно вот так вот выскакивает пяльца нужно подтягивать что то нужно делать это не нравится и поэтому сейчас о какой большой отрез не думаю что будет прям все такая большая красавица кусочек у меня должен остаться потому что здесь очень огромный кусок основы наверное 70 сантиметров высоту 50 наверно ширина стандартные такие отрезы большой кусок хорошо что у меня здесь лакки кругу господи хорошо что у меня здесь края уже обработанные лаком чтобы ничего не сыпалось и то что я сейчас сделал обязательно проглажу пойду эту основу чтобы аккуратненько накрутить на 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 мой станок ну накрутить на установить вот после пялись конечно же есть такие заломы вот сейчас это все будет у меня происходить дальше давайте посмотрим что у нас тут еще у меня здесь такая красота у меня здесь органайзер пака нравится нравится конечно вышивать на пака что сказать очень удобно органайзер классные иголочки сюда паркую я не заворачиваю что там дырки ну а для чего мне он нужен ну послужит сколько-то лет всему есть свой срок жизни да что будем менять покупать новый да вообще нужно себе купить парочку новых таких органайзеров обновить свои аксессуары и себя порадовать весенними покупками подарками смотрю через камеру на нитки любуюсь и восхищаюсь какие здесь сочные великолепные цвета просто знаете вот весна вот не зря я его выбрала не зря выбрала потому что здесь весна здесь такая красота ниточки немножко меня здесь такие скручены надо воспользоваться советом от Татьяны Шумилины подержать их над паром и ниточки должны выровняться надо сейчас это тоже будет сделать такая у меня переподготовка рестарт процесса вот будем заниматься сейчас основой ниточками так здесь у меня еще я смотрю моточки что-то я покупала докупала честно не знаю зачем это у меня может подбирала какие-то цвета чего-то не хватало ничего не помню честно скажу бобинки надо их убрать ручки маркеры так еще один моточек еще один моточек так вот у меня сколько здесь ниточек и также есть ниточки ПНК наверное что-то подбирала я так понимаю столько еще ниточек ну и черный ну и есть еще вот такой пакет и вот такой пакет с бисером ну я сейчас не буду доставать весь бисер и все украшения что тут есть биконусы вот всякие для меня все эти штучки украшалки впервые я никогда еще не вышивала миробилию поэтому будет мне очень-очень интересно все попришивать поиграться такими штучками дорогого удовольствия но иногда хочется вот здесь я пока ничего трогать не буду так как лежит пакет пусть он здесь и лежит ну что я отправляюсь приводить мою основу в порядок и буду ее вот сюда вот размещать на станок поэтому мы с вами увидимся в следующем включении спустя большое количество времени я к вам возвращаюсь с моей подготовкой да пришлось уделить конечно внимание и аккуратно все организовать и так ну схему я показывать не буду здесь оригинал копия у меня есть значит основной основное внимание я уделила основе это пермит как я говорила по ключу у меня все я ничего не меняла так как вышиваю первый раз и решила ничего не экспериментировать я значит ее гладила с обильным опрыскиванием водой гладила долго пермин такая основа очень плотная и не так-то просто разглаживается вот эти вот маленькие заломчики даже не вот пиалец а просто из-за того что она была скручена в такой знаете рулон от этого рулона остались такие заломы поэтому больше я гладила там два подхода оставляла ее остыть снова водой распрыскивала и снова гладила ну все разгладила все замечательно единственное что я заметила что после глажки конбу повело представляете совсем немножко есть такое вот небольшое стяжение может быть и сейчас видно но не критично но чуть-чуть есть вот после вышивки я конечно же стирать ее не буду поэтому буду стараться вышивать быстро марафонить в общем так сказать чтобы быстренько отшить еще раз погладить пришить все бусины и украшательства и может быть и сразу оформить не знаю насчет оформления сразу но хотя бы нужно ее быстренько вышить вот значит основу я пришила к раме здесь идет корсажная лента как она называется и я пришила и сверху и снизу но так как снизу здесь маленькое у меня расстояние я еще раз закрепила на клипсы которые возможно уйдут когда я выищу какой-то первый ряд нужно будет перекрутить чтобы не травмировать основу она очень легко на ней остаются заломы поэтому когда я буду перекручивать я буду убирать клипсы ну и по этой же причине я решила пришить ленок к кроссажной ленте обычно я не занимаюсь такими делами мне лень пришивать но в этом случае я решила сделать все очень аккуратно начало положено будем дальше двигаться вверх потихонечку все отшивать также я немножко занялась и ниточками я их подержала над паром чтобы они разровнялись и они конечно же разровнялись но есть такие вот пучочки потому что здесь у меня припаркованные иглы с нитками я решила не тянуть выравнивать боялась что потяну за иглу и выскочит игла вот ну а в целом ниточки ровненькие красивенькие все вот у меня все готово все готово к моему новому рестарту весна хорошее настроение у меня здесь рядышком вот 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 красивая орхидейка я вам ее уже показывала люблю я эти цветочки она меня радует пока всего лишь 4 цветочка надеюсь что остальные бутончики многочисленное их количество скоро-скоро откроются и тоже меня порадуют а весь мой процесс будет хранится по-прежнему вот в такой коробке это коробка от икеи там покупала это был набор одна большая две дополнительные маленькие коробки эта коробка хороша тем что здесь есть очень хорошая глубина и сюда помещается пока все нитки вы видели в общем то тот объем материалов который сюда помещается также схема свободно а4 и коробочка красивая легко открывается закрывается можно ее держать я обычно так делаю под станком вот так у меня сейчас мои бесконюшки у моих вот так и вот там станок и коробочка со всеми материалами открываем коробочку и вышиваем наслаждаемся все я готова я отправляюсь монтировать видео ну и конечно же приступаю к вышивке спасибо за внимание за ваши лайки за ваши комментарии если вы хотите получать новые видео обновления можете нажать на колокольчик который находится под видео и вам будет приходить и информация о новых видео а также если вы в инстаграм заходите в гости все ссылки я оставлю в инфобоксе заходите в контакт в инстаграм будем мы там с вами общаться и делиться фотографиями и новостями на этом все желаю вам хорошего настроения здоровья ну и конечно же удовольствие от вышивки до новых встреч пока 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 до новых встреч до новых встреч до новых встреч